Мы уже прочитали наш базовый текст, наш базовый текст Евангелия Марка, 10 глава, и тема сегодняшнего послания «Не обижай». 11 заповедь «Не обижай». Очень символичное название. Потому что, когда мы перечитаем с вами десятисловие Моисея, то такой заповеди, как «Не обижай», мы не найдем. Но справедливым будет заметить, что десятисловие Моисея, оно по сути адресует две области нашей жизни. Десятисловие Моисея в первую очередь адресует область наших взаимоотношений по вертикали. Почему и первая заповедь гласит «Возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем, всем твоим разумением и всею твоей душою». Бога не устраивает 50%, Бога даже не устраивает 75%. Он говорит «Возлюби меня всем своим сердцем, возлюби меня всем своим разумением, возлюби меня всем своим естеством». Кстати, когда Христу предоставилась возможность сделать свой комментарий в отношении этой заповеди, что Он сказал? «Это наибольшая заповедь. Это первая и наибольшая заповедь». Поэтому десятисловие действительно адресует вопрос наших взаимоотношений по вертикали, но не только по вертикали. Десятисловие в равномерии адресует область наших взаимоотношений по горизонтали. «Почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Это область взаимоотношений именно в стенах родительского дома. Залог долголетия в почтении. Это в десятисловии мы находим «не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не завидуй, не пожелай, не пожелай ни жены ближнего своего, ни осла ближнего своего, ни имения ближнего своего, ни дохода ближнего своего, не пожелай». Поэтому справедливо, я возвращаюсь к этому, справедливым будет заметить, что десятисловие Моисея, оно адресует две области нашей жизни. Это область взаимоотношений по вертикали и область взаимоотношений по горизонтали. И вот такой зваповеди, как «не обижай» в десятисловии мы не найдем, но тем не менее она где-то прописана, она Моисеем адресована была и была неоднократно. Вы не должны сейчас открывать эти места священного писания, те, которые вы должны будете открыть, я вам скажу. Но в книге Левит, в 19-й главе, в 13-м стихе мы читаем, я цитирую, «Не обижай ближнего твоего», Левит, 19-13. Левит, 25-я глава, 14-й стих, «Не обижайте друг друга». Та же самая 25-я глава книги Левит, 17-й текст, «Не обижайте один другого». Давайте согласимся, что если это было насущным много столетий тому назад, это является насущным и сегодня. И вот какую вещь из нашей прошлой встречи, из нашего служения в среду я хочу позаимствовать в этот день. Если вы конспектируете, можете записать, постарайтесь запомнить. Постарайтесь запомнить. Если не можете рассчитывать на свою память, запишите. Возрожденный дух, искупленный дух, возрожденный дух, бесцелостной души – это обновленный разум. Исцеленные эмоции или сильная воля, и сильная воля является, в свою очередь, дорожной картой к плотскому христианству. Я повторю это еще раз. Искупленный дух, возрожденный дух, бесцелостной души, без обновленного разума, без исцеленных эмоций, без сильной воли – это притеча, это дорожная карта для плотского христианства. И чего греха таить сегодня, особенно здесь, в стране, в которой мы с вами живем, церковные помещения перезаполнены, особенно в пасхальную пору, перезаполнены, особенно в рождественскую пору, людьми, дух которых искуплен Богом, которые провозгласили господство Иисуса Христа в свое сердце. И я не говорю об этом с какой-то позиции унижения, пожалуйста, не услышьте этого. Я говорю об этом с позиции сострадания. Наши церковные помещения перезаполнены другой раз людьми, у которых дух искуплен, но у которых душа в то же самое время, в одночасье троймирована. Их имена записаны в книге жизни, но их эмоции раздавлены, их душа кровоточит. Другой раз она раздавлена полностью, зловоние, духовно-целостные, эмоционально разбитые. Вот этот текст я буду просить вас, чтобы вы со мной открыли. Это 1 Петра, 2 глава, 25 стих. 1 Петра, 2 глава, 25 стих. Слушайте очень внимательно. Ибо вы были как овцы блуждающие. Пусть не обижает вас тот факт, что Библия относится ко мне, Библия относится к каждому из вас как к овце. Добрая новость в 25 стихе 2 главы 1 послания Петра, что мы были как овцы. Мы были, я был, вы были, каждый из нас был как овца блуждающие. Кто из вас сегодня по-особенному благодарен Богу, что вы найдены им? Кто готов дать ему самую большую славу и самые большие аплодисменты, что его искупительная кровь на Голгофской горе сделала вас белее, чем снег? Мы были потерянными. Мы были погибшими. Мы были несчастными. Мы были врагами Богу. Но Он спас нас. Не по делам нашей праведности. Он спас нас. Не по делам нашей праведности. Он спас нас по своей великой милости и любви, банею возрождения и обновления Святым Духом. Он искупил нас. Он принял нас к себе. Он записал наши имена в книге жизни. Он спаситель наш. Он Господь наш. Вы здесь или нет? Но посмотрите внимательно на эти слова, на это заявление апостола Петра. «Ибо вы были как колцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Еще раз. «Ибо вы были как колцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне». Скажи ныне. Скажи громче ныне. Скажи ныне, ныне так громко, чтобы ныне, ныне услышал твой сосед. Я хочу поощрить и себя, и я хочу поощрить каждого из вас, чтобы сегодня стал наш, стал нашим днем ныне, когда мы возвращаемся к нему. Говорит, ныне возвратились. Скажи громче ныне возвратились. Скажи громче ныне возвратились. Смотрите, что происходит, друзья. Многие сегодня возвратились к нему как к Спасителю. Вот эти блуждающие, потерянные овцы возвратились к нему как к Спасителю. Мы возвратились к нему как к Автору и Совершителю нашей веры. И Он действительно наш Спаситель, и другого нет. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы людям спастись, кроме имени Господа Иисуса Христа. Он, Автор и Совершитель нашей веры. Но сегодня я хочу поощрять себя, и сегодня я хочу поощрять каждого из вас, чтобы мы возвратились к пастырю и блюстителю наших душ. Я не знаю, в силу каких это причин, но укоренилась, особенно в полноевангельских церквях, нездоровая версия, сводящаяся к тому, что дух первичен, а душа вторична. Я вам могу привести несколько мест священного Писания, которые утверждают совершенно противоположное. Но в это утро я гораздо аргументировать в пользу того, что и дух, и душа, и тело одинаково важны и должны быть без порока сохранены в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И очень часто, что получается, мы качаем свой дух, мы духовно укрепляемся из воскресения в воскресенье, изо дня в день. И в это же самое время пренебрегаем целостностью нашей души. Но повторюсь еще раз, если могу, далеко не первый раз сегодня, Он не только наш Спаситель, хотя Спасителем Он является, Он не только автор и Совершитель нашей веры, хотя авторами и Совершителем веры Он является, Он пастор и блюститель наших душ. И если другой раз мы с готовностью возвращаемся к Нему как Спасителю, мы с готовностью возвращаемся к Нему как автору и Совершителю нашей веры, другой раз не с готовностью, мы возвращаемся к Нему как к пастору и блюстителю наших душ. Потому что если мы пренебрегаем состоянием нашей души, если мы успеваем качать наш дух, но не заботимся о целостности нашей души, рано или поздно мы окажемся вот в этом заколдованном круговороте обиженных и обидчиков. И вовсе не случайно Христос процитировал этому молодому человеку слова, которые я предлагаю вам сегодня. Не обижай. Не подвергай себя обиде. Не позволь этому вирусу войти в твою систему. Не позволь этому вирусу обиды стать частью твоей жизни. И в следующих несколько минут я хочу ответить на вопрос, почему обида разрушительна. Обида – это оружие массового поражения. Гайя сказал, в следующих несколько минут я хочу ответить на вопрос, почему обида так разрушительна. Номер один. Если вы конспектируете, можете записать. Обида порождает чувство отверженности. Обида порождает чувство непринятости. Слышали когда-нибудь голоса? Я никому не нужен. Я всеми отвержен. Если вы внимательно проследите, случай за случаем, ситуацию за ситуацией, дух отверженности, дух непринятия, дух низкой самооценки своими корнями возвращается к обиде. Где-то на каком-то этапе. Был он или она. В детском возрасте – были он или она. В подростковом возрасте – были он или она. В молодом возрасте – где-то на каком-то этапе. Ввиду каких-то обстоятельств. Вот этот вирус обиды проник в их сердце. Обида порождает чувство отверженности. Обида порождает чувство непринятия. Кстати, кто из вас знает, что когда я в изоляции, я всегда прав. Не поднимайте руки. Когда я в изоляции, у меня есть ответы на все вопросы. Когда я в изоляции, у меня расставлены все абсолютно точки над «и». очень небезопасное место, в котором человек может оказаться. И изоляция или дорога к изоляции – это чувство непринятия, чувство отверженности, которое своими корнями возвращает нас к обиде. Где-то на каком-то этапе мы позволили обиде стать частью нас. Мы позволили обиде отравить нашу душу. Мы позволили обиде наполнить наши эмоции. Номер два. Обида по своей природе мстительна. Номер один. Обида – это предтеча, это предпосылка, это первый шаг к чувству неполноценности, отверженности, непринятию. Номер два. Обида по своей природе всегда мстительна. Помните ситуацию? Я делаю сейчас ссылку на библейскую историю. Помните ситуацию? Она имеет отношение к Исааку. У него было два мальчика. Одному он дал имя Исаав, он был первородным. Второму он дал имя Иаков. Вышли с одной утробы в одно и то же самое время. Но благословение первородства принадлежало Исааву. Читающие Библию знают, что Иаков пришел и хитростью забрал благословение. И вот этот жест Иакова породил в сердце Исаава что? Обиду. Кстати, интересное место священного писания мы находим. Я до сих пор не знаю, как его истолковать. Наверное, есть что-то в этом. Но написано, это в вашей Библии, можете по возвращению домой проверить сами. Исаав сказал в своем сердце «Приближаются дни плача по отце моему, и я убью Иакова». И написано «И услышала эти слова Ревека». Видать, что-то есть в материнском сердце. Она слышит слова, которые даже не высказаны устами. Потому что Исаав сказал в сердце, «А он движим в этот момент местью. Я не могу убить его сейчас, пока жив отец, но отцу не так много осталось, он уже в преклонном возрасте. И как только отец уйдет, я рассчитаюсь с Иаковом. Я поставлю точку в этом предложении. Я докажу ему, кто в доме хозяин. Он-то будет знать, кому принадлежит благословение первородства. Итак, номер один. Обида порождает чувство отверженности. Отверженности и непринятия. Номер два. Обида по своей природе мстительна. Вы знаете, что еще более чудовищно? Еще более чудовищно, когда мы берем чью-то обиду на себя. Когда мы воспламеняемся за кого-то. Когда мы хотим рассчитаться за кого-то. Когда за кого-то мы хотим доказать, кто право, кто виноват. Помните историю, пресловутую имеющую отношение к детям Давида? У него был сын, его звали Амном, он изнасиловал свою сестру Фомарь. Она была его сестрой по отцу, но не была его сестрой по матери. Но у Фомарьи был брат и по отцу, и по матери. Его звали Ависалом, красавчик израильский. И когда он услышал, что Амном сделал с его сестрой, он обиду Фомарьи сделал своей обидой. Он вооружился этим. И мстительность воскипела в нем. И он ждал удобного случая для того, чтобы отмстить своему брату. И забегая наперед, надо сказать, что брату своему он отмстил, лишив его жизни. Итак, почему обида разрушительна? Потому что, номер один, она порождает чувство отверженности, она порождает чувство непринятия. Номер два. Обида по своей природе всегда мстительна. Обида по своей природе всегда мстительна. Номер три. Обида, и я повторю это еще раз, насильственна. Обида не только мстительна, спасибо большое. Обида не только мстительна, обида насильственна. Обида не только мстительна, обида насильственна. Приходят мудрецы с Востока, а приходят в Иерусалим, потому что они увидели звезду, и звезда им предсказала рождение царя, и они по накатанной дороге идут в Иерусалиме куда? В дворе царский. Потому что если рождение царя должно быть, оно имело место во дворце царя. И они приходят к Ироду, к Ироду Великому, и говорят, послушай, мы видели звезду на Востоке, и мы убеждены на все сто процентов, что эта звезда – вестник рождения царя. Вот почему мы пришли с Востока, с дальней страны, чтобы поклониться новорожденному. И у нас простой ответ – покажи нам его, мы поклонимся, мы дадим дары и отправимся в свою сторону. Ирод говорит, никто не рождался в этом дворце в последнее время, но ваша новость меня очень сильно заинтересовала. Поэтому будем строить очень дипломатический разговор. Почему бы вам не пойти, не узнать, где новорожденный, почему бы вам не поклониться Ему, почему бы вам не дать Ему те дары, которые вы притащили из своей земли, но обязательно возвратитесь ко Мне и скажите, где Он, потому что у меня такие же благие намерения, как и у вас. Как только вы скажете Мне, где Он, я сразу же первым делом пойду, чтобы поклониться Ему. И эти мудрецы, кстати, их было больше, чем три, эти мудрецы, это не рождественская тема, сейчас наоборот, пасхальная тема, эти мудрецы приходят к Иисусу, находят дом, в котором Он был, находят Христа в этом доме, находят Матерь Иисуса, все окружение Отца Иисуса, кланяются Ему, приносят дары, золото, ладан и смирну, и говорят, вы не возражаете, если мы взорочуем. А Мать Иисуса гостеприимна, говорит, на чутье. Ну, это мой перевод. Факт то, что после поклонения Иисусу они застали, ночь застала их, и Бог использовал это окно времени, чтобы послать своего ангела во сне им, мудрецам. Боже, целая проповедь рождается. Даже мудрецы нуждаются в сновидениях. Даже мудрецы нуждаются в ангельском вмешательстве. Даже мудрецы нуждаются в том, чтобы быть направленным Богом. И вот во сне они были вразумлены. Идите куда хотите, хоть на все четыре стороны, но не только, но только не во дворец Ирода. И они были достаточно безумны, чтобы поверить в этот инструктаж. Никто, вот, еще проповедь рождается. Знаете, почему они были мудрецами? У них хватило мудрости не сказать, что мы переели пиццы на ночь и какую-то неразбериху увидели. Они восприняли этот сон как конкретное руководство от Бога. И написано, встав, поступили так, как научены были. Проблема только в том, что Ирод великий, великий строитель. У него очень, он очень тонко, как правильно сказать, тонко, тонко кожа. есть такое слово, есть. Я так и знал. Потому что это в вашей Библии, это в Матфея, в первых главах Иоанна Геометрия, когда Ирод узнал, что мудрецы, он-то не знал за сон, он подумал, что мудрецы просто плюнули ему в лицо. они насмеялись над ним. И когда Ирод узнал, что мудрецы отправились в свою страну, не возвратившись к нему, написано, он почувствовал себя осмеянным. Обида, вирус. А так как он тонко... Так как он тонко... Говори это слово много раз сегодня, чтобы оно тебе принесло исцеление, если вдруг у тебя такая же проблема, как у Ирода. Потому что вирус обиды найдет место постучать в двери нашего сердца практически каждый день. Я повторю это еще раз. Вирус обиды найдет возможность постучать в двери нашего сердца практически каждый день. И он постучал в двери Ирода Великого. И Ирод великие двери своего сердца открыл для великой обиды. Это как можно человеку издать указ на уничтожение детей? Не в счет реки материнских слез. Еще пророк Иеремия за много столетий до этого говорит, Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет. А Ирод заложник обстоятельств, потому что обида всегда мстительна. человеку надо сбросить это. Человеку надо освободиться от этого. И разные люди находят разные пути, чтобы сбросить обиду с себя, не осознавая таким образом, что из обиженного они превращаются в обидчика. И вот этот круг, заколдованный круговорот, никогда не прекращается. Я позволяю обиде войти в мое сердце для того, чтобы сбросить это бремя. Я обязательно кого-то обижу. И потом человек, принявший, будет стараться сбросить это бремя и обратно кого-то обидит. И что вы думаете? Мы приходим в воскресенье в Дом Божий, радостно, радостно в Божий Дом идем, и все могут держать себя на плаву полтора часа, это сколько длится наше собрание. Все могут улыбаться красиво, все могут руки сжать друг к другу, все могут обниматься и даже выдавить из себя «Я люблю тебя!» Но только собрание закончилось. Если наша душа не целостна, если мы подхватили вирус, обиды, мы обязательно заявим об этом. Кого-то что-то на парковке церковной не устраивает, кого-то что-то на светофоре, почему он так долго горит, потом кто-то в ресторане, кто-то не приносят пищу, пищу принесли холодной, возвращаешься домой расстроены, дети не слушаются, уроки на завтра не сделали, просыпай. А все началось бы с того, что мы прислушались из 11 заповеди. Возьми шлем спасения, броню праведности, чтобы раскалить, чтобы отразить раскаленные стрелы лукава, которые он направляет в твой адрес, желая поразить твою душу обидой. Вы думаете, случайно Христос сказал, и я цитирую его слова из Нагорной проповеди, если не верите мне, можете открыть, только дома это сделайте. Матфея 5, 44, молитесь за.